Добро пожаловать на канал Рецепты из Тетради! Сегодня я предлагаю приготовить шоколадные капкейки с вишнёвой начинкой. Десерт, визуально похожий на привычные нам кексы или маффины, но по сути являющийся американской мини-версией порционного вкусного тортика. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению, вы, как всегда, найдёте в описании под видео. Крем я буду готовить на основе отвешенной сметаны. Поэтому накануне вечером беру 150-180 г жирной сметаны. У меня это 20% сметана. Но если у вас есть возможность, используйте более жирную. Это будет только лучше. Также мне понадобится сито, установленное над миской, и тонкая ткань или марля, сложенная в несколько слоёв. Застилаю тканью сито и выкладываю на ткань сметану. Закрываю её сверху краями ткани и оставляю в таком виде как минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь, чтобы со сметаной стекла лишняя сыворотка. И на следующее утро я по факту получаю настоящий крем-сыр типа маскарпоне, причём как минимум в 2 раза дешевле, чем он продаётся в магазинах. Естественно, вместо такого домашнего крем-сыра можно использовать обычный магазинный. Отставляем пока крем-сыр в сторону, он нам понадобится позже. Кстати, сыворотку, которая осталась от сметаны, я в дальнейшем использую для приготовления блинчиков и оладушек. Теперь нам понадобится 1 чайная ложка растворимого кофе, которую нужно залить 60 мл кипятка и хорошо перемешать. То есть, нам нужно приготовить крепкий кофе, который мы пока отставляем в сторону, чтобы он остыл. Теперь берём 70 г муки. Вочерёдно добавляем в муку около 100 г сахара, 10 г ванильного сахара или щепотку ванилина, 15 г порошка какао, чем качественнее будет какао, тем лучше, и четверть чайной ложки самой обычной соды. Хорошо перемешиваем все сухие ингредиенты и отставляем их пока в сторону. А теперь смешаем все жидкие ингредиенты. Это 1 яйцо, 60 г кефира или натурального йогурта, уже остывший кофе, который усилит вкус какао, и 35 г растопленного сливочного масла или столько же любого растительного масла без запаха. Хорошо все перемешиваем до однородности. И соединяем вместе смесь жидких ингредиентов с сухими. И снова хорошо все перемешиваем до получения однородного и гладкого теста. У вас должно получиться вот такое достаточно жидкое тесто. Для удобства я переливаю тесто в кондитерский мешок и заполняю им формы для кексов на 3 четверти. Из этого количества теста получается 8 капкейков стандартного размера. Заполненные формы отправляю в уже разогретую до 170-180 градусов духовку, где капкейки будут выпекаться на протяжении 15-20 минут. А пока можно приготовить начинку. Я для этого буду использовать вишневый сироп, который у меня остался от приготовления вяленой вишни. Но также можно использовать свежую вишню, в которую нужно по вкусу добавить сахар. Добавляем в сотейник 100 мл сиропа или 100-200 г свежей вишни с сахаром. Сюда же добавляем 15 г крахмала. У меня это кукурузный крахмал. И отправляем в сотейник на небольшой огонь, где содержимое при постоянном помешивании сначала нужно довести до кипения и загустения, а затем проварить буквально 1-2 минуты. Опять-таки, для удобства, я готовую начинку сразу же перекладываю в кондитерский мешок и в таком виде оставляю остывать. Если у вас начинка с ягодами, то просто оставьте её остывать в сотейнике. Тем временем мои капкейки уже испеклись. Их готовность, как всегда, проверяем зубочисткой. Оставляю готовые капкейки на столе, чтобы они остыли до тёплого состояния. Остывшие капкейки достаю из формы. Вы только посмотрите, какие они получаются внутри. Настоящая нежная нежность. Сочные, воздушные и невероятно аппетитные. И это мы ещё не добавляли в них начинку. Что, собственно, я сейчас и буду делать. В середине каждого капкейка ножом вырезаем небольшое углубление. Важно делать это осторожно, чтобы не прорезать капкейк насквозь. Особенно, если вы будете использовать более жидкую начинку. Вырезанные кусочки капкейков я собираю и замораживаю. А когда их собирается достаточное количество, использую для приготовления кейк-поксов. Получившиеся углубления заполняем вишнёвой начинкой. Отмечу, что, на мой взгляд, вишня – это идеальная начинка для шоколадных капкейков. Но, естественно, вместо неё можно использовать и любую другую ягоду. Отправляем пока капкейки в холодильник, чтобы начинка начала застывать. И займёмся приготовлением крема. Для этого нам понадобится 75 г размягчённого сливочного масла, желательно жирностью не менее 82%. В масло добавляем 50 г сахарной пудры. И с помощью миксера взбиваем масло с пудрой до образования однородной массы. Сюда же добавляем 100 г отвешенной ранее сметаны или столько же магазинового крем-сыра. И снова хорошо всё перемешиваем миксером до однородности. Теперь нам понадобится около 100 г растопленного и слегка охлаждённого чёрного шоколада, который нужно добавить в крем и ещё раз хорошо всё перемешать. Дополнительно перемешиваем получившуюся массу лопаткой, собирая всё со стенок миски. В итоге у вас должен получиться вот такой однородный, гладкий и достаточно густой шоколадный крем, который нужно переложить в кондитерский мешок с любой насадкой. Достаем капкейки из холодильника и отсаживаем на них наш шоколадный крем, превращая обычные кексы в мини-тортики. А это действительно мини-тортики, в которых есть и пористый сочный бисквит, яркая начинка и нежнейший крем, который ставит финальную точку в балансе вкусов. По желанию декорируем капкейки сверху. Я для этого использую миндальные хлопья, но можно использовать и свежие ягоды той же вишни, или, например, сахарные цветы, или кокосовую стружку, или посыпку, которая используется для пасхальных куличей. А можно вообще ничем не украшать, ведь и без всяких украшений такие капкейки наверняка понравятся всем вашим близким и друзьям. Перед подачей капкейки желательно выдержать в холодильнике 1-2 часа, чтобы начинка хорошо застыла, а крем успел стабилизироваться. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!